всем привет добро пожаловать на канал краски праздника сегодня я буду готовить стейк из индейки мне очень понравилось как получается мясо таким способом поэтому решила с вами поделиться стейки я покупаю готовую такой вот фирмы здесь вот если что-то будет видно попробую навести вот стейк грудки называется мясо белое вкусное главное не передержать и так что я делаю я значит помыла стейки перчу немного то есть вы можете поперчить столько сколько любите добавляем всевозможные специи сюда я присаливаю и добавляю укроп укроп можно добавить столько сколько вы любите если вы не любите укроп то добавьте каких-то любых других специй какие предпочитаете и добавляю сметану самую обычную у меня сметана двадцати процентная добавляю сметану так сказать для жирности и все это немножечко смазываю таким вот образом и и после этого даю постоять вот этой вот смеси немножечко помаринуется у меня где-то около часа если вы располагаете большим временем то помаринуете может быть два или три часа смотрите это тоже дело вкуса конечно же итак значит у меня здесь стейк черный молотый перец укроп сушеный соль и сметану двадцати процентный то есть вот таким вот образом она у меня сейчас помаринуется эта смесь около часа и далее уже буду выпекать ее в духовке все подробно вам расскажу стейки у меня помариновались где-то около часа а я еще почистила вот овощи это 5-6 головок лука репчатого белого и один помидор такой он достаточно большой я думаю что внутри стейка его как раз хватит сейчас я овощи нарезаю кольцами и полукольцами то есть нарезайте так как вам удобно я рекомендую брать овощей побольше то есть в данном случае беру много лука почему потому что стейк грудки индейки он достаточно мясо само по себе сухое а овощи выделят большое количество сока и мясо получится очень сочное и очень очень мягкое и вкусное овощи нарезала вот таким вот образом лук кольцами полукольцами помидорчики такими вот дольками кстати хочу еще сказать что это доска из фикс прайс я пользуюсь всем что покупаю если что-то мне не нравится я вам обязательно расскажу об этом либо каких-то там пустых баночках либо в следующих покупках фикс прайс следите за моими выпусками на фикс прайсе тоже можно купить достаточно много полезного и соотношение цена-качество в принципе допустимая на мой взгляд вот так возвращаемся к стейкам я буду запекать в рукаве для запекания фольги у меня сейчас нет мне нужно срочно попасть в фикс прайс и купить уже себе несколько рулонов фольги я надеюсь что в ближайшее время у меня это получится сделать так а сейчас беру рука для запекания его длина зависит конечно же от того что вы будете использовать если это противень то по длине противня если это какая-то форма для запекания то по форме можете определиться так как у меня всего три стейка вот они лежат кстати в таком же состоянии в котором я их и мариновала то есть так как у меня всего три стейка у меня получается буквально сантиметров 30 этого рукава больше не нужно так закладываю в руках для запекания так вот беру и кладу главное не промахнуться конечно же один на один минус на стейке класть вот если вот вам видно то есть вот 1 2 и 3 я положила я кладу лук и сверху лука кладу уже помидор лук весь положила выглядит внутри распределяется лук по всей поверхности стейка и сверху кладем помидорчики вот таким образом ну и собственно все все приготовления закончились завязываем сейчас второй край и ставим противень в духовку тейки в рукаве для запекания с обеих сторон вот так вот завязочками я их завязала посередине пакета я делаю дырку чтобы пар выходил лишний чтоб пакет вот так вот не надувался такой шарообразной формой и ставлю в духовку на 180 градусов в разогретую духовку на 40 минут не передержите стейки у вас будут отлично приготовлены так что не переживайте не передержите чтобы они были сочные и мягкие и очень очень вкусные встретимся с вами через 40 минут 40 минут прошло сейчас я буду разрезать рукав для запекания и выложу на тарелку наверное посмотрим что получилось вам обязательно покажу в разрезе раскрыла рука выглядит вот таким образом будьте осторожны очень горячо кусочек стейка сейчас я его как-то разрежу у меня сломался штатив поэтому мне приходится все делать на весу так разрезала и смотрите что получается мясо прекрасно приготовлено оно очень мягкое выглядит вот тоже смотрите как здорово всем приятного аппетита готовьте по этому рецепту думаю вы не останетесь равнодушными еще раз скажу что мясо получается очень вкусным и не сухим спасибо что досмотрели это видео подписывайтесь на канал приятного аппетита доброй бантиков до новых встреч ты 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 ты